Высокочастотный генератор Autocon 3400 снабжен сенсорным экраном размером 9 дюймов, с помощью которого можно управлять настройками прибора. С левой стороны высокочастотного генератора Autocon 3400 расположены монополярные разъемы для подключения кабеля монополярных электродов. Внизу располагается разъем для подключения нейтрального электрода. Справа располагаются разъемы для подключения биполярных кабелей для биполярных инструментов. К каждому из разъемов соответствует кнопка на экране монитора. Начнем с подключения нейтрального электрода. Для того, чтобы подключить нейтральный электрод, нужно в соответствующий разъем нейтрального электрода ставить штекер кабеля нейтрального электрода. В данном случае у нас используется кабель нейтрального электрода для двухсекционных одноразовых электродов подсоединение нейтрального электрода к кабелю. Нейтральные электроды одноразовые двухсекционные имеют обычно адгезивное покрытие, с помощью которого он крепится к поверхности тела пациента. После подключения двухсекционного нейтрального электрода мы видим, что индикатор подключенного электрода горит зеленым цветом. Это значит, что контакт нейтрального электрода с поверхностью тела хороший и можно проводить монополярные методы хирургии. Далее мы производим настройку монополярных инструментов. У нас есть два гнезда для подключения монополярных инструментов. Между ними есть различия при внешнем сходстве. Верхний разъем для монополярных инструментов подразумевает подключение трех типов кабелей. Первый тип кабеля это монополярный кабель типа РБ с разъемом 5 мм, который можно подключить в верхний разъем слева. В момент подключения монополярного кабеля подсветка гнезда пропадает и появляется меню настройки инструмента в активном виде. В зависимости от того, какой инструмент мы будем подключать, мы выбираем тип инструмента. Варианты типов подключаемых инструментов лапароскопический крючок, скальпель стандартный, инструмент для микрохирургии, петля для резектоскопии в монополярном режиме без целевом растворе, режим для резекции в монополярном режиме также бесцелевом растворе с более высокими выходными параметрами мощности и эффекта, режим супра-луп, который используется в гинекологической практике с монополярной петлей, режим сухая резка, а также несколько типов подключения для полипов и для папилосфинктеротомии. После того, как инструмент подключен к кабелю, нейтральный электрод подключен к пациенту, можно начинать работать. Соответственно, нажатием на педали резки или коагуляции мы можем активировать инструмент. Также верхний монополярный разъем мы можем подключить трехпиновый тип кабеля. Таким образом. Далее мы проводим настройку типа подключаемого инструмента. В данном случае мы выберем режим скальпель и режим безрезания в виде шарика. Также выбираем активную педаль. Инструмент подключен и его можно активировать. В данном случае нами используется рукоятка со скальпелем. При нажатии на желтую кнопку резки у нас активируется резка, соответственно, отображается индикатором желтого цвета. При нажатии на кнопку коагуляции у нас активируется коагуляция и индикация на экране, на передней панели монитора происходит синим цветом. В верхний разъем подключения монополярных кабелей возможно подключить три типа инструментов. Первый инструмент это разъем RB5 мм подключается в данный разъем. Трехпиновый разъем монополярного инструмента подключается таким образом. И нижний разъем необходим для подключения четырехмиллиметрового коаксиального разъема. Нижнее гнездо для монополярных инструментов представлено следующими типами подключения. Здесь также мы можем подключить трехпиновый разъем для монополярного инструмента по аналогии с верхним разъемом. И настроить соответствующий подключенный инструмент. Нижний разъем также подходит для четырехмиллиметровых инструментов. А средний разъем слева подходит для типа инструмента с подключением BOWIE 8 мм. Данный разъем не предназначен для подключения никаких других кабелей, кроме кабеля BOWIE. Обратите внимание, что мы не можем подключить 5-миллиметровый кабель в нижний разъем, можем подключить только в верхний разъем. Соответственно, если вы подключите четырехмиллиметровый инструмент в разъем посередине, то он туда войдет, но инструмент работать не будет. Теперь проведем параллельную настройку двух инструментов с переключением между педалями. Для этого нам необходимо два типа инструмента. В данном случае мы будем демонстрировать на монополярных инструментах. Мы подключаем два инструмента таким образом, чтобы мы могли последовательно работать с каждым из них в зависимости от того, какую клиническую ситуацию они требуют. В верхний разъем у нас настроен скальпель для открытой хирургии. Нижний разъем мы настроим для лапароскопического крючка. Каким образом осуществляется последовательная работа переключения между этими двумя инструментами? Здесь нам необходимо настроить педаль. В данном случае мы выбираем вторичный инструмент, который будет использоваться после. И нажимаем, выбираем тип педали с неактивным кружочком сверху. То же самое повторяем для коагуляционного режима. Таким образом, у нас один двухпедальный переключатель настроен для двух инструментов. Для верхнего инструмента монополярного и нижнего монополярного инструмента. После того, как мы завершили работу скальпелем верхнего инструмента, и нам требуется переключиться на инструмент лапароскопический крючок, который подключен к монополярному разъему снизу, мы должны выполнить переключение с помощью центральной кнопки на педали. У нас произошла смена активности инструмента. Теперь у нас активен инструмент, который подключен снизу. Соответственно, мы нажимаем на педаль, у нас будет работать лапароскопический крючок, подключенный к нижнему разъему, в режиме резки, в режиме коагуляции, что отображается соответствующими индикаторами напротив данного инструмента. С правой стороны панели прибора располагаются разъемы для подключения биполярных инструментов. Соответственно, мы можем подключить несколько типов кабелей для данных биполярных разъемов. Наиболее распространенный это разъем типа РБ. У нас их тут раз на верхнем и два разъема на нижнем. Соответственно, суммарно при использовании конфигурации разъемов можно подключить до трех биполярных инструментов одновременно. Начнем с верхнего разъема. После подключения биполярного штекера в соответствующий разъем у нас также, как и в случае с монополярными разъемами, пропадает световая индикатор, подсветка разъема и открывается меню для выбора инструмента. В данном случае мы будем использовать... Режим резки у нас не будет использоваться. Будет использоваться подключение режима биполярных щипцов РОБИ, который работает исключительно в режиме коагуляции. Соответственно, активацию мы настроим в данном случае активную. И после захвата объекта, который требуется для коагуляции, мы нажимаем... Теперь настроим работу двух инструментов монополярного и биполярного одновременным. Каким образом это можно сделать? Например, нам требуется работа лапароскопическим крючком в режиме резки и биполярная коагуляция лапароскопическими ротационными щипцами РОБИ. Мы можем одновременно настроить оба инструмента при работе одного двухпедального переключателя. Для этого нам требуется выбрать активный режим монополярной резки. Выбираем педаль с красным кружочком. То же самое мы делаем для инструмента РОБИ. Педаль, соответственно, с красным кружочком для режима коагуляции. Таким образом, у нас активны одновременно два инструмента. Монополярный крючок и биполярные щипцы РОБИ. Таким образом, при нажатии на педаль резки у нас активируется работа лапароскопического крючка в режиме резки. А при нажатии педали в режиме коагуляции у нас активируется работа биполярных щипцов РОБИ. Все это происходит при настроенной одном двухпедальном переключателе на два инструмента. Также к биполярным разъемам сверху и снизу, с правой стороны, мы можем подключить типы кабеля с трехпиновым разъемом. Например, кабель для гистероскопии. На экране коагулятора мы видим отображение меню с системой кодирования радиочастотной метки, которая демонстрирует нам, сколько раз мы можем использовать данный кабель для данной процедуры. То есть в данном случае мы видим, что оставшееся количество использований здесь ноль, поскольку данный кабель подключался многократно. Суммарно для каждого нового кабеля такое количество составляет 20 использований. То есть 20 процедур можете провести с данным кабелем таким образом, чтобы это было безопасно и подтверждалось производителям возможность применения данного кабеля для данной процедуры. Далее мы подтверждаем кнопкой ОК, что нам подходит данный режим. Поскольку кабель имеет радиочастотную метку, то в автоматическом режиме прибор распознает тип подключаемого инструмента, и мы можем видеть, что на иконках уже отображается тип подключенного инструмента, то есть это биполярный резектоскоп. Соответственно, биполярный резектоскоп может работать как в режиме резки, так и коагуляции. Соответственно, нам доступна настройка педалей и уровня эффекта, который мы пытаемся достичь при работе с данным инструментом. При открытии меню настройки уровня эффекта мы также внутри этого меню можем регулировать параметры исходящего тока как в режиме резки, так и в режиме коагуляции. При одновременном использовании двух инструментов, биполярного и монополярного, в режиме резки и коагуляции мы можем настроить также переключение педали. То есть если у нас сейчас предполагается применение резектоскопии в приоритете, то есть он будет первым по использованию, то мы назначаем, по умолчанию у нас стоят активные педали для резектоскопа, а для инструмента, который будет использоваться впоследствии, в данном случае мы установили режим скальпеля, мы устанавливаем педаль на неактивную область. Таким образом, чтобы при переключении, после завершения работы резектоскопа на скальпель, мы могли провести работу скальпелем. Для этого нам также потребуется нажатие центральной кнопки на двухпедальным переключателем и происходит смена инструмента, который будет активен в данный момент. Соответственно, здесь мы можем провести коагуляцию и резку скальпелем при режиме открытой хирургии, при переключении педали на резектоскоп у нас становится активным инструмент резектоскоп, и мы уже активируем его, что отображается соответствующими индикаторами напротив меню данного инструмента. В меню настройки подключенного инструмента отображаются активные области. Соответственно, если мы можем настроить эффект для данного инструмента, то у нас мы заходим в меню настройки эффекта и можем регулировать уровень эффекта с увеличением или уменьшением пикового вольтажа соответствующей энергии, которая передается тканям, внутри данного меню настроек. То же самое можно сделать для режима коагуляции, если это доступно. Соответственно, мы можем увеличивать или уменьшать режим пиковый вольтаж и эффект для данного типа инструмента. В настройке передаваемой мощности мы также регулируем уровень мощности, который мы передаем ткани во время данной процедуры. Рассмотрим меню высокочастотного генератора Autocon 3400 компании Carl Storz. В левом верхнем поле располагается номер программы, который стоит по умолчанию в данный момент. При нажатии на данную область у нас открывается меню предустановленных программ в приборе Autocon. Данные предустановленные программы разработаны для применения в различных областях и различных процедурах. В данном случае лапароскопии с робби, лапароскопии для холецистектомии, для грыжи и так далее. Далее по списку можно выбрать подходящую нам программу и активировать ее. Например, активируем программу лапароскопия с монополярным инструментом и робби. У нас открывается меню, в котором запрограммированы инструменты, которые используются в данной дисциплине. Это лапароскопический крючок в режиме резки, инструмент для открытой хирургии скальпель, для начальных разрезов, например, для введения таракаров, и режим биполярный робби, с помощью которого осуществляется биполярная коагуляция при лапароскопии. Соответственно, мы можем настроить данные инструменты под себя. Мы подключаем каждый из указанных инструментов. Таким образом, у нас подключены все три инструмента, которые предполагаются при работе лапароскопии с биполярными щипцами робби. То есть, еще раз проговорим их, это лапароскопический крючок в режиме резки, скальпель для открытой хирургии, для начальных этапов и завершающих этапов операции, и биполярные щипцы робби в коагуляционном режиме. Соответственно, по умолчанию установлена программа, что активные инструменты – это лапароскопический крючок в режиме резки и биполярные щипцы робби в режиме коагуляции. Соответственно, при нажатии на педали двухпедального переключателя, при нажатии на резку у нас будет активироваться режим монополярного крючка, при нажатии на педали в режиме коагуляции у нас будет активироваться инструмент робби. Когда, предположим, закончился этап непосредственно лапароскопический, нам требуется провести какой-то кожаный разрез. Мы нажимаем центральную кнопку на двухпедальном переключателе, у нас деактивируется крючок и биполярные щипцы, и активируется скальпель, который нам требуется на данном этапе операции. При нажатии в верхнем левом углу в поле, где указаны предустановленные программы, после того, как выбрали наиболее подходящую нам процедуру, которая будет наиболее часто применяться в клинике, мы можем поместить ее в список программ для быстрого доступа. Для этого требуется нажать звездочку со стрелочкой, которая располагается внизу, и данная программа переместится в список программ для быстрого доступа. Далее мы это подтверждаем, и в следующий раз, когда мы заходим в меню, поскольку список предустановленных программ достаточно обширен, мы можем нажать просто исключительно кнопочку звездочка, и у нас появляется программа избранная, которую мы активируем, и у нас, собственно, по умолчанию выстраиваются те инструменты, которые будут применяться при данной процедуре. В случае, если мы хотим добавить еще какой-либо тип дисциплины, например, урологическая трансуретральная резекция в солевом растворе, биполярная трансуретральная резекция, мы также можем добавить в список быстрых процедур, и при входе в список избранных программ выбираем режим урологии, и у нас открывается, соответственно, инструмент для биполярной резектоскопии, и, собственно, этого будет достаточно для данной процедуры. Также, если нам требуется, например, режим гинекологический, например, монополярная гистероскопия, мы его также можем добавить в список процедур. При выборе данной процедуры выбираем монополярную гистероскопию, и у нас открывается инструмент для монополярной гистероскопии. В верхнем правом углу сенсорного экрана прибора Autocon 3400 располагается кнопка меню, при нажатии которой мы попадаем в меню прибора. Первое – это функция программы. Здесь у нас мы можем видеть как список добавленных программ, которые находятся в списке быстрого доступа, и список программ, предустановленных на данном приборе, которые вы можете выбрать в зависимости от того, какая процедура планируется в данный момент времени. Также вы можете ее добавить в список быстрого доступа, и, соответственно, при открытии списка быстрого доступа у вас появятся те дисциплины, те процедуры, которые применяются в вашей клинике. Например, выбираем открытую хирургию, у нас появляется инструмент для открытой хирургии, и, соответственно, скальпель, и пинцет, биполярный пинцет. Дальше по списку меню мы видим режим избранные. Здесь как раз открывается программа из быстрого доступа, те, которые мы уже выбрали из списка. И здесь мы можем, соответственно, посмотреть данный список избранного. Далее системные настройки. В системных настройках мы можем настроить следующие параметры. Ну, самых очевидных – это яркость дисплея, вы можете настроить, он будет ярче или менее ярким. Также выбор языка. Мы выбираем тот язык, который соответствует нашему региону. Выбор системы интеграции. В данном случае мы можем подключить прибор Autocon 3400 к интегрированной операционной и управлять функциями прибора с тачскрин-панели в интегрированной операционной. Блокировка кнопок. Мы можем заблокировать кнопки. По истечении 30 секунд отключить блокировку кнопок или блокировать через 5 минут максимально. Блокировка кнопок требуется для того, чтобы случайно не изменить параметры инструментов, режимов, процедуры во время случайного нажатия на кнопки. Поэтому рекомендуется включать блокировку кнопок, предположим, через 30 секунд. У нас заблокируется меню, и мы не сможем им управлять. Также здесь есть наверху индикатор, иконка, обозначающая блокировку и разблокировку экрана. При нажатии на который замочек у нас закрывается, соответственно, мы не можем ни что нажать. Для того, чтобы разблокировать, нам нужно провести соответствующий бегунок, и у нас разблокируется меню, и мы можем продолжать дальнейшие настройки внесения изменений. Задержка автостарт. В данном меню мы можем выбрать функцию задержки автостарта. Автостарт – это режим для биполярных пинцетов, который может работать без использования педалей. Соответственно, при контакте с тканью она активируется автоматически. Здесь мы можем установить время задержки от нуля до максимально до 2500 миллисекунд. Мы его установим на 300 миллисекунд. Дальше движемся дальше. Настройка громкости. Здесь можно настроить громкости аварийных сигналов, сигналы нажатия клавиши и сигналов активации. Сохранение программы. Здесь вы можете настроить индивидуальную программу по своему собственному желанию. Соответственно, вы можете выбрать конфигурацию инструментов, которая была до этого. Для этого вам необходимо войти в меню настроек инструментов, выбрать требуемые инструменты, которые вы хотите использовать для вновь сохраняемой программы. Например, вы можете выбрать скальпель для верхнего монополярного разъема, крючок лапароскопический для нижнего монополярного разъема и робби для биполярной коагуляции в лапароскопии и биполярный пинцет для коагуляции в открытой хирургии. И вот такую конфигурацию программы мы входим в меню и нажимаем кнопку «Сохранить». Здесь мы стираем информацию, предыдущую, какая у нас здесь была, и можем выбрать название программы по своему усмотрению таким образом, чтобы мы могли ее легко отличить от остальных. Например, назовем в данном случае программа 1. И данная программа у нас сохранена как программа 1. Далее мы входим в меню программы, видим название программы 1. Если мы ее часто используем, добавляем ее в меню быстрого доступа. Соответственно, когда мы входим в меню быстрого доступа, у нас здесь появляются, кроме тех, которые мы добавили вначале, также ту программу, которую вы сохранили индивидуально под себя, с теми типами инструментов и с теми типами настроек мощности и эффекта для этих инструментов, которые требуются именно вам. Конфигурирование разъемов. В меню конфигурирования разъемов можно расширить возможности подключаемых инструментов. Например, расширить возможности подключаемых биполярных инструментов. Для этого можно выбрать соответствующую область, подтвердить, и у нас появляется возможность дополнительного подключения еще одного биполярного инструмента. Итого, суммарно вы можете подключить до трех биполярных инструментов к прибору одновременно и настроить их соответствующим образом. Например, как здесь указано, верхний инструмент – это у нас пинцет с автостартом, который активируется без педали. Снизу у нас указаны два других инструмента. Это пинцет, который активируется с педалью, и щипцы роби, которые активируются также с педали. Конфигурирование разъемов. Также в меню конфигурирования разъемов можно настроить так называемое ЦАП-меню. Это значит, что для каждого гнезда монополярного или биполярного можно настроить разные параметры для одного и того же инструмента. Проведем на примере биполярного и монополярного инструмента. При активации данных разъемов у нас появляется индикация ЦАП-меню. Соответственно, мы сейчас видим, что данные параметры для данных инструментов соответствуют эффект в режиме резки для скальпеля 5 и максимальный ватт 70. Соответственно, в режиме коагуляции для монополярного инструмента эффект единица и ватта 40. Теперь мы меняем параметры, например, увеличиваем или уменьшаем, не имеет значения. Просто изменяем эти параметры для того, чтобы продемонстрировать. И при нажатии кнопки ЦАП у нас происходит возвращение к предыдущим настройкам. То есть, если мы пользуемся одним инструментом, нам требуются настройки определенного уровня для работы с одного типа ткани, например, а для другой типа ткани нам требуются другие настройки. Мы можем пользоваться данным меню. То же самое можно сделать с биполярным инструментом. Например, настроить. В данном случае мы можем настроить только уровень мощности, подаваемый. Соответственно, при переходе в ЦАП меню у нас меняются параметры, предустановленные на те измененные. В зависимости от того, с каким типом ткани мы, например, работаем. Если это требуется. Если данная функция не требуется, по умолчанию она отключена. Следующее меню в настройке прибора – это сервисное меню. В данном случае оно используется сервисными инженерами для обслуживания прибора. И защищено паролем. И системная информация. Здесь вы можете посмотреть название прибора, его серийный номер, версию программного обеспечения. И также увидеть дату следующего технического осмотра, который требуется данному прибору по регламенту. Монополярные режимы, которые доступны в данном приборе, можно увидеть при выборе подключаемого инструмента. Для монополярной резки. Здесь мы видим типы подключаемого инструмента. Режимы супролуп для полипектомии. Режимы для папилосфинктеротомии. Режимы для аргон-плазменной коагуляции. Для резектоскопии в бессолевом растворе монополярную. Для открытой хирургии, скальпеля и лапароскопический крючок. При просмотре доступных режимов монополярной коагуляции, соответственно, мы также можем наблюдать те типы подключаемых инструментов в режиме, которые мы видим. Здесь также есть монополярный крючок в режиме коагуляции. Подключаемые шарики для открытой хирургии. Спрей-коагуляция. Монополярная резектоскопия. Режимы для удаления полипов. Аргоноплазменные режимы. Режимы для кардиомомарной хирургии. Сим-коагуляция. Спрей-коагуляция. При подключении биполярного кабеля мы можем просмотреть возможные варианты подключения биполярных инструментов в режиме коагуляции. К ним относятся биполярные щипцы для лапароскопии, в том числе ротационные биполярные щипцы РОБИ. Производство компании Карл Шторц. Стандартный пинцет биполярный. Биполярная резекция в сливом растворе. Биполярная вапоризация в сливом растворе. Режим бивоскуляр-сейф для легирования сосудов. И тот же самый режим для открытой хирургии. Также здесь доступны пинцет с функцией автостарт без применения педалей, биполярные ножницы и микропинцет. Также пинцет с форсированной коагуляцией. При выборе режима мы можем посмотреть, для чего предназначен конкретный режим. Нажав на кнопку вопрос, здесь идет описание, что данный инструмент предназначен для вапоризации биполярного резектоскопа в сливом растворе. То же самое можно проделать для каждого подключенного инструмента, подключенного режима. Ну, например, выбираем режим шарик крупный. И здесь идет подробное описание, для чего этот режим используется. Прибор Autocon 3400 может работать с двумя типами подключенных педальных переключателей одновременно. То есть это двухпедальный переключатель и однопедальный переключатель. В зависимости от того, в какой конфигурации данный прибор был поставлен в вашу клинику. Соответственно, при использовании двухпедального переключателя, каким образом происходит переключение, мы уже проговорили ранее. Если вы одновременно с двухпедальным переключателем подключите соответствующий разъем на задней панели прибора однопедальный переключатель, вам станет доступна функция работы, например, с тремя инструментами одновременно, активацией двух инструментов и более одновременно. То есть, например, пиполярные щипцы РОБИ работают исключительно в режиме коагуляции, им не требуется двухпедальный переключатель, ему достаточно однопедального переключателя. Поэтому под данный инструмент можно выделить отдельный однопедальный переключатель. А двухпедальный используют для тех инструментов, где есть режим резки и коагуляции. Выбор осуществляется в меню выбора типа педали и конфигурирования педали. Соответственно, для инструмента РОБИ мы можем выбрать однопедальный переключатель, так как сделано здесь. Поскольку в данном случае у нас нет однопедального переключателя, он отображается неактивным в серой зоне. Продолжение следует...